всем привет с вами алексей нас 24 мая 2018 года решил перезаписать проверку ps на более нормальном качестве потому что со смартфона получилась какая-то полная лажа в общем сейчас делаю перезали и так в общем чем мы будем все не проверять будем проверять работу обычного подключения простого подключения через провод к интернету можно через вайфай без разницы будем проверять запуск игр таких как for tonight gran turismo black light attribution танки еще не скачались и и cross out проверим в общем те игры которые допустим я играю и которые запускаются по-разному то есть for tonight может запуститься с любыми настройками cross out может запуститься со сменой mtu а gran turismo black light attribution запускается только со сменой dns сервера и под бором прокси сервера так что давайте попробуем и запустить посмотрим сперва какие у нас настройки стоят и ты сделаем сначала на простых настройках то есть простое подключение без каких-либо заморочек успешно успешно у нас соединение с интернетом сегодня из playstation подключается проверяем как у нас работает playstation так скорость какая у нас загрузки и соединение данных давайте глянем этот над постоянно долго что-то проверяется так скорость соединения загрузки сети 30 мегабит скорость соединения загрузка всей 39 окей давайте посмотрим чё и у нас выработать с первым делом проверим тусовку работает ли тусовка нам сразу показывает что можешь даже не ждать так сообщение нас вроде как висят отображаются друзья не отображаются и что нового так новости друзей отображаются playstation store должен вроде как работать с обычным подключением доработает playstation store работает покупаем игры так покупить мы можем а закачать посмотрим как на закачку world of танк скачается cross out обновление тоже качается так что все качается давайте попробуем запустить fortnite с обычными настройками простые простое соединение пробуем запустить пока что у нас не работает только тусовочка сейчас проверим запуск fortnite на обычных настройках fortnite за время того как начались проблемы с с этим с поэссеном 17 апреля сегодня я уже проверяю двадцать четвертый день даже не покажи какой день уже проявляю да да наверное с первого числа где не с первого числа с 20 какого там апреля в общем давненько я уже проверяют надо 24 день как раз пошел с первого числа до да действительно я с первого числа начал проверять вспомнил в общем 24 день с того момента как я пытаюсь запустить нормально обычным способом playstation и поиграть какие-то игры но уже это уже превратилось в проверку так то я сейчас играю просто на xbox и не заморачиваясь с настройками psn на снимаю просто это для вас так ну-ка посмотрим простое соединение да у нас смотрите входит fortnite fortnite видимо обновили свои сервера как-то сделали обходные пути или что-то в этом духе и fortnite у нас даже с обычной даже с простым подключением у нас вполне работает так что fortnite молодцы поддерживают свою игру в отличие от sony которая свои эксклюзивные игры не поддерживает а здесь free-to-play на и как его называют говном но люди которые не любят free-to-play я в принципе ничего против не имеет free-to-play или игр купленных за деньги потому что в игры купленных за деньги сейчас тоже полно доната а в тот же gta есть и посмотреть то очень много доната и все любые игры там популярные battlefield и battlefront и что там у нас еще есть колу в дьюти везде сейчас донат есть даже даже если ты в за игру заплатил 4 тысячи рублей так я слышу болтает в игре но в игре это хорошо то что есть внутренний чат это тоже хорошо потому что потому что мы не привязаны как бы тусовки то есть если ты играешь фортнайта можно друзьям болтать без проблем и тебе не нужна тусовка только решается решается самим чатом в какой-либо игре так ну что ж как мы видим запустилась я не буду дальше продолжать а то я сейчас залипну давайте с простыми настройками попробуем запустить какую-нибудь игру таком не у меня обновляется сейчас кроссаут и я думаю что кроссаут после последнего обновления вот этого нового тоже может быть они поправили и может быть тоже тоже будет запускаться с простыми настройками то есть вот эти free-to-play игры они как-то стараются чтобы их сервисы работали а чтобы игроки не уходили playstation ну как бы по идее пофигу я сейчас видел видел там чувачок заморачиваться да нас тут требует обновления давайте попробуем тогда запустить гран туризма и black light retribution на простых настройках я видел что сейчас ну там полно сейчас информации кто-то там пишет петиции кто-то пишет письма кто в ркн кто в playstation кто звонит кто на короче народа зам думать что вот эти вот действия к чему-то приведут пока playstation в россии зарабатывает пока получает бабло пока вы несете бабло они чего там не напишите они будут думать что все совсем все довольны и все совсем согласны и пока вы не перестанете покупать их игры когда пока вы не перестанете играть в их игры когда опустеют сервера онлайновский вот тогда вот sony только то тогда начнет обращать внимание на ваши проблемы а сейчас до сих пор компании просто пофигу на вас у компании мне кажется и так доход вполне неплохой из тех а стран в с американских стран со стран европейских с японских в общем playstation у нас чё с наш с наших нищебродов взять у нас люди ищут игры на бу рынках и все такое хотя в америке тоже так же все делают и и в америке и многие используются способом бесплатной подписки так вот райт light retribution на обычных настройках у нас не запустился короче я не знаю как как много приставок куплено в россии и насколько много приносит прибыль и российское подразделение sony но думаю что не такую же большую и иначе бы sony будешь давно позаботился на решенном решением этой проблемы но то что sony для россии умерла это наверное уже факт так что народ все таки у нас теперь будет переходить на иксбокс скорее всего в ближайшее время и так что владельцам ps playstation я думаю что пора уже пора начинать думать а об избавлении от этой приставки но и и в общем ее оставят наверно только какие-нибудь фанаты которым нравится заниматься геморроем так ну что ж с обычными настройками нас запустился только ford night давайте попробуем днс сервер мне вот все рекомендуют днс сервер знаете какой новый вот этот днс сервер 91 208 218 218 120 в у 128 57 давайте его попробуем без дополнительного mtu автоматически прокс сервер не использует дать проверим с этим на днс сервером говорят что с этим днс сервером 2 2 чудесный днс сервер типа с которым все работает видите вот этот вот этот вот днс сервер на вот смотрите друзья появилась появились вот эти вот днс сервера сделанные для обхода вот этих вот блокировок создал обычный какой-то парень у тебя дома и всем поделился этой информацией если обычный парень может с небольшим знанием программирования обойти вот эту всю блокировку то почему компания с многомиллионными миллиардными заработками не может решить эту проблему уже больше месяца чем проблема то так ну смотрите заработала появились даже друзья а вот с этим я просто вёл этот днс обычный и вроде да он тоже как бы работает давайте попробуем создать тусовку ну-ка может быть случится чудо и тусовка у нас заработает так долго крутятся квадратики кружочки треугольнички и крестики тоже и тусовка может даже заработать так ну что ж интересно ни хрена ну смотрите мы можем хотя бы выводить в чью-нибудь тусовку давайте если несколько раз потыкать то может быть даже получится создать тусовками все-таки еще пока лишь по пока что проблема остается я знаю что у некоторых все еще все работает неплохо все работает нормально но до поры до времени потому что появляются в комментариях люди которые говорят а я смеялся смеялся а вчера у меня тоже перестала все работать а вот и скором времени наверное вот это вот волна недовольных людей она только увеличится и все больше и больше блокировать будут и все больше и больше недовольных людей будет только появляться а решение это проблема только вот эти вот dns сервера давайте blacklight retribution попробуем с этим dns сервером запустить вообще по сути надо перезапустить игру я проверяю просто не стал включать сразу гран туризма на простых настройках потому что если blacklight retribution не запускается на этих настройках то и гран туризма тоже не запустится давайте перейдем сразу на гран туризма тысячи так ну ка давай мужик держи кулачки может быть этот способ будет более-менее самый такой мозгово носящий всего лишь один dns прописать нам нужно не нужно искать прокси прокси сервера давай запустись арена с 2 короче пробуем по с этим dns этот dns у меня совместно с прокси сервером не работал но сейчас попробуем мы с вами проверить может быть случится чудо так автоматически автоматически dns вручную оставляем 91 попробуем 218 120 87 м то автоматически используем прокси сервер прокси сервер сейчас я вам опять покажу эту процедуру прокси сервер хайд минный . ней прокси лист мы сейчас посмотрим как нам искать эти прокси сервера так вот у нас сайт хайдми . ней прокси сервера здесь ставим 300 и что тпс показать оси вы на сегодня у нас очень много прокси серверов и один и знайте из а тут нет такого нет сервера который который я очень часто использовал или есть так сейчас сверю где-то он здесь был так 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 89 нет ни не вижу такого этот рабочий сервер уже видимо не работает давайте возьмем германский вот этот 94 16 123 176 и его сведем так 94 так 94 16 попробуем 94 16 так 16 123 123 123 123 170 176 окей 80 80 это не не хороший сервер выбрал и номер порта так скорее всего этот не заработает ну а так успешно соединение с интернетом успешно ничего вроде этот сервер подошел немецкий сервер вообще нужно играть и и выбирать им сервер с с этим с как его там называет там нас портом с 23128 желательно так ну вот вроде соединение нормальное давайте попробуем запустить гран туризма по новой вот с этим днс и с вот этим вот новым прокси сервером который мы нашли на сайте head me . name нем показал как и искать сервера прокси сервера так что думаю разберетесь сами будете пытаться настроить включение той или иной игры так sony интерактив в общем способ без vpn а включить ту или иную игру и появился если вам не критично вот врубилась игруха так что даже этот сеть даже этот сервер 88 нас помог многие меня спрашивали ты говорит ну ладно ты зашел обрадовался в игру запусти к ты онлайн гоночку давайте попробуем онлайн гоночку запустить как-никак у меня подписочку плюс я продлил так вот немецкие сервера тут еще вроде как этот я не знаю что за флажочек французский сервер не очень вот английский сервер тут два человека 16 так сейчас посмотрим где у нас побольше человек чтобы сразу по побыстрее запустилась гоночка вот у нас три человека на вот этом вот треки я надеюсь у меня найдется та машинка чтобы покататься на этом треке чтобы по требованиям подходила ты окном рекламирует почему-то бэху частенько когда мы заходим онлайн порубиться как мы видим онлайн короче заходит так ну что нас приветствует тут процесс games привет 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 поршни кому рутится клапана стучат ну давай уже запускайся сейчас квалификационный заезд будет так участвовать получен запрос на добавление друзья до добавлять кто хочет так не найдено машин соответствующую регламенту а у меня короче машины нету соответствующую регламенту поэтому сожалению я поучаствовать не смогу но еще не проверял все заходит и гоняется гоняется мне просто нужно набрать машины чтобы участвовать во многих гонках и просто мне не нашлось той машинки на которой я бы смог поучаствовать этой гонке так практика нюрнбург хромбург так веселые состязания кафе давайте вот здесь попробуем не знаю не знаю где здесь пишется короче группа 4 а это видимо мою тачку показывает у меня сейчас видимо такая тачка статья кстати не сам не особо-то любитель боем бэки я считаю что эта машина все-таки машина для гопников почему-то люди которые в наше время пересмотревшийся сериалов и фильмов про бандюков все почему-то мечтают про бмб ху хотя я не знаю мне кажется что мне кажется так выбрать по регламенту и по изготовителю короче нет у меня машинки чтобы погонять надо еще хорошенечко покататься в этой игре чтобы заработать как можно больше машинок чтобы участвовать во всех этих гонках когда на телефоне я сегодня как бы показывал проверку psn у меня машинка нашлась какая-то одна под гоночку ну короче гонки работают я же проверял сегодня все работает кто сомневался в общем это вам такой ответ так ну что ж пробуем с этими настройками blacklight retribution а в общем dns сервера и способы запуска я всегда оставляю под видео так что можете под видео посмотреть это же таким же способом принципе таким способом который я вам сегодня показал вы можете также запустить какие-то свои игры которые у вас давно не запускались для владельцев playstation 3 я не знаю что делать мне сейчас на данный момент нету playstation 3 я не знаю как запускать psn на playstation 3 потому что много жалоб и и появляются от владельцев playstation 3 не знаю как запускать у меня сейчас только playstation 4 есть у меня было playstation 3 то бы я бы еще и проверял бы конечно на playstation 3 так но вообще гран туризм у нас когда запускается то blacklight retribution тоже иногда должен но не иногда а в принципе с теми же настройками если запускается гран туризм этот должен запускаться blacklight retribution что в принципе и подтверждается нашим вот этим тестом ну что же запустилась ну что ж на сегодня настройки которые помогли нам запустить тигран туризм и blacklight retribution я щас вам опять продемонстрирую специальный так специальное подключение проверяем dns сервер основной 91 218 либо либо этот работает либо можете вводить знаете какой 109 109 109 109 190 195 195 195 115 и 56 в общем либо этот как основной ставите 109 195 5 5 115 56 либо вот этот вот 91 218 128 57 если один не работает то другой как основной ставьте как дополнительные можете вписывать и этот можете без дополнительного либо этот либо этот использовать вот эти вот два а прокси сервера не прокси раады с сервера прокси сервера вы ищем на сайте headminame.com сейчас еще раз продемонстрирую а вот у нас сайт headminame скорость прокси мы указываем здесь 300 ставим и когда чтобы поиск нам найти вот этот шттпс отметить нажимаем кнопку показать и подбираем из этого списка тот сервер но в основном подбирайте из германии и еще хорошо работает из испании бывает неплохо работает и из нидерландов из нидерландов тоже неплохо работают сервера нидерланда и германия общем пробуйте остальные можно принципе из испании иногда срабатывают но лучше всего из германии и нидерландов так что и швейцарии еще вроде тут но сейчас сегодня что-то из швейцарии у нас нету серверов общем испания германия испания германия не нидерланды я не тут нидерланды и швейцария самые нормальные серверы рабочие на этом сайте вот такие вот дела так ну вот этот вот сервер у нас как показала практика сегодня заработал 94 16 123 176 на сегодня так что можете этим пользоваться если поиграть сегодня соединение в принципе неплохое и игры запускаются и у меня хорошая новость у меня появились теперь ну не появились разблокировались стрима на моем основном вот этом канале так что можете подписываться если любите смотреть стримчанский сегодня наверное даже постримлю часов 8 вечера так что подписывайтесь и ждите стримчанского поиграем в знаете в какую игру сейчас я вам покажу в какую игру мы сегодня сыграем так игра у нас будет эксклюзив новый от xbox а я и вчера поставил на закачку stay of the 10 dk stay of the k вот в эту игру ху мы с вами сегодня зарубимся вот такие вот дела так что если хотите посмотреть стримчанский по этой игре я еще не включался сегодня на стрим прям включу с вами вместе и зарубимся от пока что пока что пока что я прерываю трансляцию на playstation и playstation значит мы выключаем а на иксбоксе я продолжу сегодня сейчас продолжу играть в рекор ну что ж ребят заходить сегодня на стрим stay of the k новый эксклюзив от иксбокса сегодня поиграем на стриме хорошо приглашаю все народ давайте удачи sony боем с вашими играми чтобы они у вас все запустились и чтобы побыстрее все это решилось а если не решится то что же делать придется избавляться от playstation of и покупать xbox так что было бы на чем играть а игры найдутся давайте пока